О Крестном Знамении Сын Божий Иисус Христос по любви к нам грешным сошел с неба и, как простой человек, пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес. Так безгрешный Сын Божий крестом Своим, то есть страданиями и смерчем на кресте за грехи всех людей всего мира, победил не только грех, но и самую смерть, воскрес из мертвых и сделал крест орудием Своей победы над грехом и смертью. Как победитель смерти, воскресший в третий день, Он спас и нас от вечной смерти. Он воскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит для радостной вечной жизни с Богом. Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью. Один учитель, чтобы лучше объяснить ученикам, как Иисус Христос мог крестом Своим победить зло в мире, пояснил следующим примером. Долгие годы швейцарцы боролись против своих врагов, австрийцев. Наконец, оба враждебных войска сошлись в одной долине, чтобы там дать решительное сражение. Австрийские воины, одетые в панцирь, железную одежду, образовали со своими вытянутыми вперед копьями густые ряды, и швейцарцы, взмахивая своими палицами тяжелые дубинки с утолщенным концом, безуспешно пытались прорвать ряды неприятеля. Несколько раз швейцарцы бросались вперед на врага с безумной храбростью, но каждый раз были отражаемы. Они не в силах были прорвать густой строй копий. Тогда один из швейцарских воинов, Арнольд Винклерид, жертвуя собою, выбежал вперед, обхватил обеими руками несколько выставленных против него копий и дал им воткнуться ему в грудь. Через это путь швейцарцам был открыт, и они ворвались в ряды австрийцев и одержали решительную и окончательную победу над врагами. Так герой Винклерид пожертвовал своей жизнью, умер, но дал возможность своему народу победить врага. Подобно этому и Господь наш Иисус Христос, страшные и непобедимые для нас копья греха и смерти, принял Своею грудью, умер на кресте, но и воскрес, как победитель греха и смерти, и этим открыл нам путь к вечной победе над злом и смертью, то есть открыл пути к вечной жизни. Теперь все зависит от нас самих. Если мы хотим избавиться от власти зла, греха и вечной смерти, то мы должны идти за Христом, то есть веровать во Христа, любить Его и исполнять Его святую волю, во всем слушаться Его, жить с Христом. Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим на теле крест, а во время молитвы изображаем на себе правую рукою знак креста или осеняем себя крестным знамением, крестимся. Для крестного знамени мы складываем пальцы правой руки так. Три первых пальца, большой, указательный, средний, слагаем вместе концами ровно, а два последних, безымянный мизинец, пригибаем к ладони. Сложенные три первых пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как единосущную и нераздельную троицу. А два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий, по сошествию Своем на землю, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы, божескую и человеческую. Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на лоб для освещения нашего ума, на чрево живот для освещения наших внутренних чувств, потом на правые и левые плечи для освещения наших сил телесных. Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро, но только мы должны помнить, что крест нужно полагать правильно и неспешно, иначе будет не изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются. Небрежным совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность к Богу. Грешим. Грех этот называется кощунством. Осенять себя крестным знаменем или креститься нужно в начале молитвы, во время молитвы и по окончании молитвы, а также при приближении ко всему святому, когда входим в храм, когда прикладываемся к кресту, к иконе и тому подобное. Креститься нужно и во всех важных случаях нашей жизни, в опасности, в горе, в радости и т.д. Когда мы крестимся не во время молитвы, то мысленно про себя говорим «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше желание жить и трудиться во славу Божию. Слово «Аминь» значит истинно, правда, да будет так.